После перехода Крыма от Украины к России, австрийский банк Райфайзен решил закрыть все 32 отделения на полуострове. Ни Украина, ни Запад не признали референдум о присоединении Крыма и называют его аннексией. Теперь же западные компании опасаются последствий для их бизнеса в регионе. Новость о закрытии дочки Райфайзен банка «Аваль» собрала длинные очереди обеспокоенных клиентов в Севастополе. Пришли закрыть счет, потому что узнали в выходные, что банк 15 числа закрывается здесь, на территории Севастополя, Крыма и будет работать только в Киеве. Текущая ситуация в Крыму и изменения в юридической системе затрудняют работу Райфайзен «Аваль», сказал представитель отделения в Киеве. Однако глава администрации Севастополя заверил, что банк мог бы продолжать работу в регионе. Никто их из Севастополя не выгоняет. Мы предлагаем сегодня всем банкам, которые находятся на территории Севастополя, соответствующим образом перерегистрироваться, получить лицензию Центрального банка Российской Федерации и продолжать работать в городе Севастополе. Это будет самое правильное решение. Райфайзен успешно оперирует в России, где является десятым по объему кредитором и обслуживает более 2,5 миллионов клиентов. После присоединения Крыма многие банки закрылись или перешли на исключительно наличные операции. По данным Национального банка Украины, до смены власти в Крыму находилось более тысячи отделений 20 украинских финансовых компаний. Крупнейшая из них, Приватбанк, ушла из региона в прошлом месяце. Российские ВТБ и Сбербанк пока работают только через местных посредников.